Здорово ребята, с вами Икоко. На канале появилась новая рубрика. Это рубрика животные в деле. Сегодня в этом видео мы с вами разберем птицу по имени Павлин. Итак, начнем. Ну перед тем как начнем смотреть битву Павлина, я немного расскажу вам о этой птице. Итак, Павлин это самая красивая птица в мире. Он обитает только в Индии и является символом этой страны. Павлин не такая большая птица, он всего лишь размером с индюка. И зато он является самой красивой птицей в мире. Голос у Павлина не очень приятный для своей внешности. И у него имеется веерообразный хвост. Отличить самца от самки очень легко. У самцов имеются веерообразные хвосты, а у самок хвост отсутствует. И они больше напоминают куриц, чем павлинов. И павлины раскрывают свой хвост, когда танцуют, чтобы привлечь внимание самки и завести потомство. Либо, чтобы отпугивать своих соперников. Также все говорят, что павлины летать не умеют. Они летать умеют, только долго летать они не могут. Они хорошо парят и еще легко могут собираться на крыши. В меню павлинов входят жуки, лягушки, трава и так далее. Также павлин может быть зелено-синим или же зеленым головым. Или же есть еще и белый павлин. Но это не альбиносы. Это просто белые павлины. Так как при альбинизме у животных красные глаза. А у белых павлинов не имеются красные глаза. Давайте теперь посмотрим, на что способна эта великолепная птица в битвах. Погнали! Павлин против индюка. Я нашел очень много видео, где павлин сражается с индюком. И я каждое из них покажу вам. В первом видео павлин и индюк встретились в саду. Видно, что они кружат и начинают битву. Также вокруг них бродит очень много кур. Индюк тяжелее павлина. Но павлин длиннее за счет хвоста. Павлин атаковал первым, за что и поплатился. Видно, что павлин побаивается индюка. И индюк этим пользуется и начинает биться. К сожалению, видео обрывается. И мы не знаем точного победителя. Но я думаю, что скорее всего павлин все-таки проиграл эту битву. Второе видео. Но тут уже один павлин против двух индюков. И камеру. И это видео снимает какой-то мальчик. У себя во дворе. Давайте посмотрим, как будет развиваться эта битва. Но в один момент павлин падает и индюки воспользовались моментом. Правда, мальчик смог отогнать индюков и защитить павлина. Здесь тоже борьбы не получилось. Третье видео. Но тут тоже павлин и индюк встретились один на один. И между ними связалась трака. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Как вы видели, павлин убежал. Ну, и поэтому тут победил индюк. Следующее видео. Два индюка против одного самца павлина. Черный и белый индюк бегают за павлином. И хотят его догнать, чтобы что-то с ним сделать. Но павлин не дает себя в обиду. И хорошо дают сдачу двум наглецам. Двум хозяева двора. И он махает крыльями и прыгает на них. Но это опять же никакой пользы не приносит. Тут тоже победителем вышел никто. Павлин против кенгуру. Символ Индии против символа Австралии. Павлин загнал австралийского перегуна в угол. И раскрыл свой верообразный хвост. Кенгуру не понимает, что перед ним. И хочет сбежать от павлина. И ему это удалось, когда павлин повернулся ему спиной. Ну, а теперь поговорим, кто охотится на павлинов в природе. На павлинов охотятся тигры. И эти полосатые кошки совсем не против полакомиться этой красивой птичкой. Но павлин за счет своего полета сможет удирать от тигр. Как, например, в этом видео. Панды тоже не любят павлинов. И они запросто могут открыть голову этим птичкам. Как, например, в китайском зоопарке было зафиксировано, как одна панда сожрала павлина. Я вообще не понимал. Ведь панды легитарианцы. Может, эта панда была бешеной? Или стал хищником? Кстати, ничего не напоминает? Добегался, Шейн? Похоже на то. А теперь отвечай. О, ты так хочешь об этом узнать. Думаешь, правда заглушит боль? Ага, заполнит пустоту в твоей душе. Что ж, слушай. Родители тебя не любили. Еще на павлинов могут охотиться другие хищные птицы. Например, орлы. Или ястребы. И так далее. Самки павлинов против петуха. Тут стая самок павлина нападает на петуха. Одна из них на него нападает. И петух отбивается. Петух, конечно, себя в обиду не хочет дать. Просто павлин слишком много. И петух, конечно, один с ними не справится. Хотя он может их всех разогнать, как куриц. Ну, петух не хочет связываться просто. А павлины этим пользуются. И нападают на него. Ну и последнее видео сегодня. Павлин против детьми. И это я оставлю без комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а на сегодня, ребята, это всё. Надеюсь, вам понравился павлин. А если видео понравилось, то поставьте лайк. И прошу вам подписаться на канал. Так как, когда я наберу 500 подписчиков, я открываю турнир фильма. И так же, никогда, никогда, никогда не просите павлину спеть. Ведь результат вам очень не понравится.